Почему президент говорит о фатальной опасности, о борьбе за тендер АЭС и о фильме «О Ян Казак» в тяжелой бомбе, ударившей по межнациональному согласию? Здравствуйте, меня зовут Илья Самохвалов. В эфире обзор «Зоны Кейзет», в котором мы рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях недели, отмеченных в популярных казахстанских телеграмм и ютуб-каналах. Вчера Казахстан отметил национальный праздник – День Республики. Призывы оппозиции выйти на демонстрации заставили выйти на улицы и 20 тысяч полицейских и военных. Об усиленном дежурстве СМИ сообщили в МВД. В столицах полицейские наряды были выставлены через каждый квартал центральных улиц, но день прошел спокойно. Мы, наверное, не будем рассказывать, почему глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Атханом Гебрейсус назвал Касым Жомарта Тукаева своим Сватом, а министра здравоохранения Ажар Гениад – Сватей. А начнем с обзора геополитической обстановки в мире. Британская газета The Telegraph опубликовала карикатуру – далеко не все в Европе поддерживают объединенные усилия Евросоюза в помощи Ближнему Востоку. США пренебрегли международными нормами и законами в отношении газы, которые так яро продвигали в поддержку Украины. Такие оценки дают дипломаты и зарубежные эксперты. «Арабо-израильский конфликт сейчас перешел в самую острую фазу», – сообщают медийные телеграммеры. По всей Европе продолжаются акции и митинги в поддержку Израиля и в поддержку Палестины, а также в защиту заложников Хамаса. Кстати, имя Греты Тумберг решили исключить из школьной программы Израиля после того, как она высказалась в поддержку палестинцев. Украину призывают к компромиссу. Только так можно разрешить самый серьезный военный кризис 21 века. Она должна отказаться от претензий на потерянные территории и членство в НАТО, а также провести разоружение, заявил французский журнал «Фронт Попюле». Другого выхода нет, подчеркивает издание. Исход украинского конфликта следует ждать уже этой зимой, пишет Блумберг. Между тем, экс-глава ФРГ Герхард Шрёдер в интервью газете «Берлинер» Зейтунг раскритиковал политиков Евросоюза. «Украинцы не могут что-то обсудить с русскими без разрешения американцев, а США не позволяет Украине пойти на мир с Россией», заявил он. На этой неделе, 23 октября, стало известно о гибели в секторе газа казахстанки Юлии Абумиалак, ее 23-летней дочери, гражданки Палестины. Это стало поводом для критики в адрес МИД Казахстана за слабую работу и отсутствие коммуникации с казахстанцами, находящимися в секторе газа. Франция планирует попасть на финансовые рынки Казахстана, рапортуют эксперты, а за ними и телеграмеры. На сайте НПА появился документ об учреждении и функционировании группы французского агентства развития «Сотрудничество». Эксперты телеграм-каналов опасаются, что под лозунгами «борьбы с бедностью» французское госучреждение сможет беспрепятственно скупать местные компании и имущество. Минэкологии не будет регулировать спор по иску на выплату штрафов 5 миллиардов тенге к компаниям-разработчикам кашаганов вне судебных инстанций. Об этом заявил глава ведомства Ерлан Насанбаев. Все решит международные и национальные суды. Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на встрече с представителями СМИ пообещал обучение журналистов по всей территории нашей страны, которые будут лояльны к американской демократии. Любимец публики Димаш накануне празднования Дня Республики получил звание народного артиста Казахстана. В Алматы с аншлагом прошли спектакли неподражаемой Ренаты Литвиновой, а в Астане ждут приезда Лии Ахиджаковой. Даже политика отступила перед этими актрисами. На этот раз шумихи из-за приезда российских звезд не поднимали. Посмотрим, какие еще новости привезли телеги. Темам разжигания межнациональной розни и шовинизма все чаще стали посвящать свои посты, медийные и авторские телеграм-каналы. Казахстанцев толкают к краю пропасти, предупреждают эксперты. С жесткой критикой фильма «Оян Казак» «Просыпайся, казах» выступил телеграм-канал «Сегодня Кейзет». Фильм сначала запретили, а затем неожиданно выпустили в прокат в казахстанских кинотеатрах, чем обеспечили ему массовый просмотр. Создатели фильма «Оян Казак» и те, кто запустили его в прокат, сделали свое грязное дело, пишут телеграмеры. Свое возмущение телеграмеры направляют в адрес националистов и государственного советника Ерлана Карина, который отвечает за идеологическую работу в стране. Вновь и вновь эксперты предупреждают о внедрении украинского сценария в Казахстане. Телеграмеры также утверждают, что фильм снимался на деньги USAID. Если летающие по мессенджерам провокационные националистические видеоролики и веб-открытки считать легкими снарядами, то фильм «Оян Казак» — это тяжелая бомба, ударившая по остаткам межнационального согласия в Казахстане, пишут телеграмеры. Все звучащие с высоких трибун заявления о единстве многонационального народа Казахстана теперь не стоят и выеденного яйца, заявляют они. Телеграм-канал предлагает комментарий Фикрета Шабанова. Он аналитик, президент аналитического центра «Консультейшн». Дает интервью СМИ, в которых обсуждает политические события в странах и мире. Когда вы станете самостоятельной политической созревшей нацией, вы сможете построить страну. Другая крайность. Как только вам будут говорить, что вы самая лучшая нация, узбеки плохие, азербайджанцы плохие, лучше казаха нету, приготовьтесь, что вас отправляют на убой. Вы равные, вы не лучшие. Вы равные среди равных. Как только у вас будут говорить, что Дунгань — это китайцы, а не мусульмане, хотя они мусульмане, знайте, что вас отправляют на убой. Как только говорят, что курды не тюрки, их нужно уничтожать, потому что там ПКК, знайте, что вас отправляют на убой. Как только говорят, что русские, извините за мое выражения, но нехорошие, и вы ходите по магазинам и говорите, почему не говоришь на казахском, это не ее вина, это ваша вина. Почему? Нужно сделать привлекательную страну, чтобы даже сам казах говорил на казахском, а не только русский. Если сам казах не говорит на казахском, что же вы прикопались к другим национальностям? Заставьте уважать свою нацию развитие, прогресса, интеллекта, привлекательности своей страны. Силой национализма вы скатитесь, вы получите то, что получили украинцы. Нельзя идти по этому пути. Моя мысль заключается в том, что сформировать казахскую идентичность государственного мышления, понимаете, как только вы скатитесь на национализм, вам конец. Вы должны понимать, что вы хотите построить. Чисто казахское государство, тогда нужно от многих территорий отказаться. Это все. Если вы хотите создать многонациональное казахское государство, создать казахский экономический проект, тогда у вас не только многонациональное, к вам придут технологии, к вам придут транснациональные корпорации. И молодые казахи не могут на улице над ними насмехаться, потому что он другого цвета кожи. Если вашей молодежи это возвращено, к вам технологии не придут. И никогда не думайте, что там сидят дураки, они это не видят или не мониторят. Нет, они платят большие деньги и зарабатывают большие деньги. Они определяют, у какой страны есть будущее. Ключевым фактором определения является не президент, а народ. Какие сигналы, мессенджи в обществе он формирует. Если президент говорит, у нас многонациональная страна, а в обществе на базаре говорят, ты черный, туда инвестор не придет. Они будут лучше среди вас. Они не могут ставить под угрозу свои интересы, свой капитал и свои технологии. И зачем им финансировать фашизм? Они лучше ли вас стереть? Там дешевле. Авторы телеграм-канала пишут, что в казахское общество вброшено внушительное зерно ненависти к русским, которое обильно поливается и взращивается по украинскому опыту. И если власть не одумается, на что надежды практически нет, это зерно очень скоро даст плоды. Реваншизм, революции и радикализм будут рассматриваться как угроза справедливому Казахстану, расшифровывает политолог Ашимбаев, тезисы предпраздничной политической речи президента Касымжо Марта Токаева накануне Дня Республики. И такие тезисы звучат не случайно. Авторский телеграм-канал цитирует президента. «Мы в первую очередь должны думать о важности обеспечения внутриполитической стабильности. В противном случае государственность Казахстана может подвергнуться фатальной опасности с тяжелейшими последствиями для будущего нашей нации. Именно поэтому я говорю о необходимости соблюдения всеми, без исключения гражданами страны, законности и порядка». Тут есть две грани, пишет Ашимбаев. Во-первых, никаких реформ ради реформ. Токаев придерживается своего кредо на поэтапную модернизацию, которая опирается на социальную, межнациональную, политическую консолидацию общества. Во-вторых, нужно не сомневаться, что радикализм, провокационные выходки и деструктивные маневры будут жестко пресекаться. А реваншизм, революции и радикализм будут рассматриваться как угроза справедливому Казахстану. Авторы общеизвестного в Казахстане YouTube-канала «Басе» объявлены в розыск. Об этом сообщает телеграм-канал политпроцвет.кз. 23 октября МВД Казахстана объявила в розыск Наталью и Айдоса Садыковых, авторов YouTube-канала «Басе». Информация об этом появилась на сайте портала органов правовой статистики и специальных учетов, сухо сообщает телеграм-канал. «Розыскное дело инициировано МВДРК, а органам, ведущим розыск, указано управление полицией района Алматы, города Астаны». Супругов подозревают в разжигании розни по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 20 лет, пишут телеграммеры. В 2010 году Айдоса Садыкова приговорили к 2 годам лишения свободы, признав виновным в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителям власти. Садыков назвал дело политически мотивированным. Он активно занимался политикой и общественной деятельностью. Возглавлял Актюбинский областной филиал оппозиционной общенациональной социал-демократической партии АЗАД. Организовывал митинги и акции протеста. В 2010 году незадолго до ареста он вышел из партии, организовал оппозиционное общественное движение ГАСТАТ и начал создавать независимый профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании СНПС Актубе Мунайгаз. В 2012 году Садыков вышел из тюрьмы. В 2014 году экс-можелесмен Моралы Тегулов обвинил Наталью Садыкову в клевете. Поводом стала статья о проведении тендеров в Актубе, опубликованная под псевдонимом в газете «Республика». Экспертиза признала автора материала Наталью Садыкову, но она заявила, что никакого отношения к статье не имеет. В том же году Садыковы с двумя детьми переехали в Украину, где Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в Киеве предоставило им статус беженцев. Ютуб-канал БАСЕ они вели уже из Украины. Между тем споры и войны идут на полях телеграм-каналов. Вот, например, вопрос. Почему вызывает сомнение искренность и результативность исков к парламенту и президенту? Но не спешите аплодировать таким инициативам, пишут авторы телеграм-канала «Злобная Татешка». На этот раз под обстрел их критики попал политолог Санжар Бокаев. Политолог Санжар Бокаев и адвокат Мурат Адамов подали иск в Межрайонный суд по гражданским делам Астаны против парламента и президента, оспаривая законность требования для кандидата в президенты страны иметь пятилетний стаж госслужбы или выборную должность, вводит в курс дела телеграм-канал. Как пишут авторы, этот иск комментировали СМИ и глава Минюста Азамат Яскараев. Но политического землетрясения все равно не случилось. Может, граждане не очень не собираются в президенты, поэтому и переживания политолога о стаже на госслужбе их не очень трогают, язвит Татешка. Мы оспариваем, на наш взгляд, неконституционное требование к кандидатам в президенты о необходимости иметь пять лет стажа в госслужбы. И многие казахстанцы даже не знают и не подозревают, что к кандидатам в президенты с 2017 года начали предъявлять такие требования. Бокаев в эфире ютуб-канала «Гиперборей» Вадима Борейко напомнил, что его стаж на этом поприще всего составляет около четырех лет. Так что нагрудный знак президента Казахстана он при всем желании пока не получит, пишут телеграмеры. Это требование и правда является барьером для внесистемных кандидатов, соглашаются авторы телеграм-канала. Но считают, что нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что мистер Бокаев начал этот процесс во имя справедливости или тем более с надеждой на результат. Чем же так не понравилась инициатива политолога? Чтобы быть наемным солдатом информационных войн, он сам должен быть хоть немного заметен. И 98% казахстанцев такие барьеры при выдвижении в президенты, конечно, не задевают. У этой инициативы вполне могут быть и спонсоры. Около политики периодически появляются люди с деньгами, но без опыта, чтобы понять, что их политические инвестиции улетают в никуда, пишут телеграмеры. О черной папке Санжар Бокаев тоже говорил в эфире у Борейко. Он рассказал, что если человек был на госслужбе, на него имеется черная папочка, за что человека можно в любой момент приструнить. Политолог был госслужащим и работал в сфере внутренней политики. И даже был инициатором закрытия журнала «Адамбол». Поиску управления внутренней политики Медеусский районный суд Алматы закрыл это издание, пишет телеграм-канал. Ну а при чем тут атомная электростанция, спросите вы? Телеграмеры считают, что кто-то мог достать с полочки черную папочку и заставить политолога идти развлекать публику. Быть, так сказать, на разогреве на пути к референдуму по АЭС. На эту мысль их натолкнуло то, что почти одновременно с пробуждением Санжара Букаева проснулись и другие медиафигуры, которые стали заявлять, что референдум – это ответственность. А в прессе замелькали новости со ссылкой на главу казахстанских АЭС Жантикина, что страна может определиться с подрядчиком по строительству в Казахстане АЭС уже к концу текущего года. А это всего два месяца. Словом, просто у нас ничего не бывает. Так что включайте критичность и глубже вникайте в любые инициативы, советует телеграм-канал. Золотые вип-унитазы все видели на картинках, а в действительности преимущественно уличные, деревянные, народные. Историю с дорогими туалетами и сомнительным расходованием бюджетных средств рассказывает телеграм-канал Шишкин Лайк. А все началось с компании, которая будет освещать в Алматы телебашню Коктобе. Журналисты выяснили, что ранее компания поставляла туалеты в Восточно-Казахстанскую область по цене квартиры. Электричество и туалеты – это немного разные вещи, поэтому журналистов заинтересовал столь широкий размах услуг компании. Подрядчиком проекта новейшей системы архитектурно-художественного освещения башни Коктобе, как выяснилось, будет ТО в Визг Телеком Солюшенс. Компания выиграла тендер, предложив наименьшую цену – миллиард тенге. Изначально Акимат Медеусского района предлагал за эти работы миллиард двести миллионов, по данным телеграм-канала. Шишкин Лайк узнал, кому принадлежит эта компания и какой опыт имеет в освоении бюджетных средств. Оказалось, ТО – настоящий везунчик в гостендерах. На счету компании 74 госконтракта и 7 дополнительных соглашений к ним на общую сумму 2,7 миллиарда тенге. По данным сайта Adata.kz, ТО – Визг Телеком Солюшенс зарегистрировано в 2011 году в Алматы. Две деятельности – строительно-монтажные работы. Сейчас компания принадлежит 41-летнему Виктору Киму. ТО – периодически участвует в судебных разбирательствах. Большинство из них связаны с госзакупками. К примеру, в 2019 году ТО «Алматы Теплокоммун Энерго» обращалась в суд с требованием признать компанию недобросовестным участником госзакупок. В 2022 году такой же иск подавала АО «Кастелерадио». «Мы изучили документы по этим делам. В обоих случаях в удовлетворении исковых требований суд отказал», – пишут телеграммеры. «Но вернемся к делу. К туалетам. Почему именно клозеты и почему по цене квартиры?» В прошлом году ТО «Виск Телеком Солюшенс» стала фигурантом туалетного скандала в Восточно-Казахстанской области. Тогда исполнительный директор общественного объединения Адель Дэкжола Дидар Смогулов обвинил Акимат ВКО в расточительстве. Мол, коммунальное предприятие «Тазауэскемен» приобрело для города модульные туалеты по цене 3 миллиона тенге и 5,4 миллиона тенге за одну штуку. Подобные конструкции, но на несколько мест, стоят около 2 миллионов тенге, а тут закупили одноместные кабины. А, например, на сайте «Крыша» можно найти хорошую однокомнатную квартиру за 5 миллионов тенге. Это закупка издевательства, цитирует телеграм-канал «Запись в соцсетях» Дидара Смогулова. После этого руководителю «Тазауэскемен» Нурлабеку Щерубаеву пришлось записать видеообращение и убедить налогоплательщиков в их потребности именно в таких клозетах и их стоимости. Поставкой дорогих туалетов занималась то «Виск Телеком Солюшенс», пишут телеграммеры. Под данным бизнес-реэстров общая сумма контракта составила 23,7 миллиона тенге. Общественность удивил также факт, что поставкой туалетов занимается компания-разработчик программного обеспечения и решений в области телекоммуникаций. Тему коррупции и справедливости судебных решений продолжает телеграм-канал «Пресс.КЗ». В социальных сетях поднялся шум по поводу приговора по делу о взрыве на военном складе недалеко от Тараза. Казахстанцы возмущены тем, что 20-летние солдаты получили по 9 лет лишения свободы. Они также должны возместить государству 24 миллиарда тенге. Люди не понимают, почему виновными в той масштабной трагедии оказались только два молодых парня. А где их руководство? Судебный процесс был долгим, около 9 месяцев. Уголовное дело огромное, 800 томов. В ходе судебного расследования было допрошено более 300 свидетелей. 20 октября Шимкенский военный суд огласил приговор. Солдаты Ербулат Туранов и Осета Шербай признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества. Каждый получил по 9 лет лишения свободы. Они также должны возместить ущерб государству в размере 24 миллиардов тенге. Их бывшего начальника части и его зама лишили званий и отпустили из зала суда. Еще двух экс-начальников эксплуатационных частей Минобороны в регионе оправдали, сообщает телеграм-канал. Согласно материалам дела, в августе 2021 года двое рядовых подожгли тряпку и бросили ее в окно одного из складов с боеприпасами. На этапе расследования прокуроры выяснили, что это произошло из-за несогласий и неправильных взаимоотношений между солдатами и их командирами. Что это значит, не совсем понятно. Зато, напоминают телеграмеры, в результате взрывов, которые местные жители ощущали на расстоянии аж 15 километров, в Таразе были повреждены множество зданий, включая школы, дома и другие объекты. 93 человека получили ранения. Во время тушения огня погибли 18 пожарных и военных. Останки одного из них искали почти год. Решение не вступило в законную силу, а в телеграм-каналах и в соцсетях люди с возмущением комментируют приговор суда. Нашим детям угрожали, их запугивали. Говорили, что они сядут на всю жизнь, если не подпишут признательные показания. Они молодые, подписали все, как говорили. Но мой сын не виновен. Я не знаю, кто убил 18 человек. Никто не знает. Никто не видел, как это произошло. Написала Жанар Кадрбаева, мать подсудимого Туранова. Пошли отдавать долг родине, а остались должны 24 миллиарда тенге и 9 лет своей жизни. Новый Казахстан. Чем дальше, тем страшнее. Аланэн Козэ Берэк Болсэн, Жауздар Жауап Бередээлэ, пишет другой комментатор. История повторяется, как с Челлахом. Солдаты крайние. Где справедливость? Восклицают люди. 9 лет тюрьмы молодым солдатам. Ни одного ответственного за армейскую службу на скамье подсудимых и ущерб 24 миллиарда тенге. Адекватность приговора действительно вызывает сомнения. А вот очередная антипедагогическая поэма, о которой рассказывает телеграм-канал Патриот. Поражает. Педагоги, обучая детей доброте и честности, миллионами перекачивали бюджетные деньги к себе в карман. Хотя в Казахстане сегодня такими новостями не удивишь. Масштабы воровства поражают, будто грядет последний день Помпеи. Но тут особый случай жадности. Как объяснить хаос, который творится в освоении бюджетных средств? Как объяснить, что педагоги, директора школ, бухгалтеры смогли похитить почти 5 миллиардов тенге? На этот раз отличились школы Талдыкургана. Бухгалтеры, педагоги, директора СОЖ, воруя миллиарды тенге, позаботились о том, чтобы руководителя отдела образования не съела большая зеленая жаба и занесли ему небольшую взятку в 280 миллионов тенге. Во время получения денег всех задержали. Талдыкуртан Теперь уголовных дел несколько. В отношении руководителя отдела, должностных лиц, которые дали взятку, и в отношении бухгалтеров и директоров школ, захищение 4 миллиардов 600 миллионов тенге. Всего по уголовному делу проходят 23 человека. 9 из них помещены в изолятор временного содержания. Схема этого наглого воровства классическая. По версии следствия, подозреваемые перечисляли деньги на счета мертвых душ и завышали зарплаты работникам. На 31 объект недвижимости, на 14 автомашин, на ювелирные изделия и деньги следователь наложил арест, чтобы подозреваемые и их родственники не могли продать имущество. Есть подозрение, что все эти богатства были куплены на бюджетные деньги. Представляем, с каким интересом за судебным процессом над педагогами в соцсетях будут наблюдать их ученики. Возможно, узнаем, кто покрывал эти махинации. Это был еженедельный видеообзор зоны Кейзет, самых популярных казахстанских телеграм и ютуб-каналов, подготовленный журналистом Аллой Злобиной. А с вами был я, Илья Самохвалов. Всего вам доброго.